Так, 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 так. Марго, 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 Марго. Аккуратненько. Уходи, 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 уходи. Тоня! Тоня! Уйди оттуда! Давай, давай, давай. Может, может... Ну, есть шанс. Шанс есть. Нет, шанса нет никакого. Шанса нет, он умирает. Он у-ми-ра-ет. Прямо сейчас. У нас с заражением дуб Матвей и Акакий. Возможно, это не предел. Но это все фигня-то, в принципе. Но у нас три лекарственные травы остались. Так, ты будешь знать, газель чертовая, как на нас нападать. Так, есть еще кого-то добить? Есть! Есть! Я могу им продать всю эту фигню? Всю фигню, да? Одежду имею в виду, но... Но... Но у них серебра нет ни хрена. В этом караване шесть городских стражников, один городской торговец, пять наемники, стрелки, три верблюд. Торговать, напасть идти дальше. Привет, ты на канале Генерала. Меня зовут Виталий. И мы продолжаем играть в Валиме Варлд. У нас, у нас, у нас, у нас была эпичная серия. Серия прошлая. Просто мега, просто супер, мега, пупер эпичная. Эпичная, 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 обязательно посмотри. Если не смотрел прошлую серию, это просто жесть. Нас атаковали по всем фронтам. Мы здесь, вернее, мы сами здесь атаковали. Бандитский лагерь, собственно, поубивали их. Блин, я про этого чувака забыл, короче. Он же скоро умрет. Ну, прикольно, кстати, я бы хотел бы такого чувачка. Он и лечить может. Блин, я про него забыл. Ему тюрьму надо. Теперь опять захватить не смогу, потому что... Потому что... Не может под открытым небом быть. Понятно, потому что я стены разобрал, что-то я стена... Блин, да куда мне было в прошлой серии думать, там? Заключал. Конечно, у меня вылетело из головы, потому что мы здесь сражались нафиг. Сражались, лечились, пробовали, как здесь это все дело выглядит. Это нападение и прочее. У нас здесь, смотри. Ад просто происходит. На нас напало два десятка газелей бешеных, с жажды человеческого мяса. У нас просто все свалены. У нас на ногах только один дед Матвей каким-то образом просто уцелел. Просто молодчик. Дед. Ну, дед, он хитрый. Хитрый, блин, умный дед. Опытный. Чего его свалят, да? И Анютка у нас. Но Анютка у нас не воевала, хотя все равно ей досталось немножко. Досталось немножко. Так, подожди-ка. Пока там эти сами себя не привалили каким-нибудь этим самым крышей. Так, надо их это самое. Надо их поаккуратнее с этим делом, а то они сами себя привалят еще. Крыши. У нас крыши обваливаются. Крыши обваливаются. Здесь где-то обваливалось. А, да, смотри. Вот кровать из дерева пострадала. Видишь, 24 из 56. Ага, ага, ага. Значит, надо с этим быть очень-очень и очень аккуратным. Так, все, стойте там. Крыша вас там не достает. Да. Обваливайте крышу. Так, очень аккуратненько надо действовать. Очень предельно, предельно аккуратно. Чтобы у нас никого не привалило крышей. Так. Давай. Разбирай. Я думаю, сейчас вот эту дверь Карл разберет. У нас тут сразу половину крыши обвалится. Вот эта вот часть, наверное, вся. Станет немножко полегче. Надо очень-очень-очень четко их контролить, короче. Так, Тоня. Тоня. Ты это самое. Ты очень опасно делаешь. Ты поступаешь очень опасно. Так, иди куда-нибудь. Иди куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Только выйди из-под крыши. Так, 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 так. Марго, 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 Марго. Аккуратненько. Уходи, 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 уходи. Давайте вот лучше разбирайте какие-то пешки с песком. Мы какими-нибудь пару чуваками будем разбирать стены. Так, надо очень аккуратно, чтобы никто не заходил под крышу. Так, дуб может ходить снова. Он сам ожил, да? За, он есть захотел. Я сразу ожил. Встал, кушает. Так, Анютка, ты себя полечила-то хоть? Ты себя полечила. Отлично, молодец. Движение у тебя хорошо. То есть все прекрасно, да? Нет, иди и лечи тех, кто там уже лежит. Оказать помощь Марфе. Иди, оказывай помощи Марфе. Блин, надо уже сюда склад назначить, сюда хил переносить. У нас же здесь уже температура. Внутри минус один, минус два. У нас же в холодильнике все сделано. Надо это сделать. Ладно, сделаем. Сделаем так. Ладно, ешь блюдо свое. Нам потом это все надо будет перенести. Это все оружие на склады. Потом заново выдавать всем чувакам. У всех это отвалилось их оружие. Генеральский нож валяется здесь. Все валяется у нас везде. У нас просто ад какой-то. Так, ну нам надо внимательно-внимательно здесь следить. Я думаю сейчас тут уже говорил. А, вот тут кусок отвалился. Что здесь сейчас разберет Карл дверь. Тут половину сразу отвалится. Так, разобрать. Только не заходи под крышу. Так, так, так. Не пугайте меня этими сообщениями. Это фигня все на самом деле. Это все на самом деле фигня. Так, несет сталь. Не надо вам носить сталь. Идите куда-нибудь подальше. Занимайтесь разбором этих каких-нибудь мешков. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выйди оттуда. Выйди оттуда, негодяйка. Так. Давай. Да, давай, разбирай. Так. У нас электричество это прекрасно. А, ну да, он солнечный агентарь перестал вырабатывать. А, то есть... А как раз странно, получается, они без батарей, да, были? То есть у них аккумуляторов не было у бандитов. То есть... А какой смысл вообще-то там в этих лампах, что у них лампы эти есть? Они только днем, получается, светят. Ну, в помещении, ладно. Оно же закрытое. Там надо и днем как бы освещать, да? Видимо. Но... А снаружи зачем лампы ставить днем? Если ночью они все равно работать не будут. Ха-ха-ха. Где логика? Все равно генератор-то работать не будет. Ладно, ветряной у них стоял бы, да? Он может и ночью крутить там и когда угодно. Так, 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 так. Уйди оттуда. Уйди куда-нибудь сюда вообще. Все, разбирай стены. Сначала эту. Так, Тоня. Ты это зря. Ха-ха-ха. Ты это зря, подруга. Блин, задолбали пугать этими сообщениями. Ха-ха-ха. Запугали меня уже совсем ими. Совсем уже запугали. Все, сейчас они эти все разберут. Сейчас все рухнет, только здесь останется. Блин, Карл, ты какой-то очень медленный строитель. Походу тебе там ноль вообще. Строительство. Один. Один строительство. Тоня! Тоня! Уйди оттуда! Так, ты куда пошел? Все занято. Иди он, лампу разбери. Кстати, данные лампы тоже пора забрать. С них тоже металл дастся. Так, с кабеля, по-моему, не дается ни хрена. Но можем разобрать. Но, по-моему, с него не дается ничегошеньки. С кабеля. По-моему, ничего не возвращается. Так, внимательно, внимательно. Так, Маруська, ты как-то опасно так зашла. Тоня! Ты-то задолбала лезть сюда. В конце концов, так, отходите все отсюда. Иди куда-нибудь подальше сюда. Иди, вообще, самый солнечный генератор разбирай. Руся, мать твою! Уйди! Сейчас он, Максик, разберет последнюю клеточку, и там все рухнет. Вся часть крыши. А вы тут ходите, блин. Рядом с ней. Воу, сразу сколько обвалилось, да? Ну, кстати, не все кровати побились. Некоторые выжили. Все, теперь можете делать, что хотите, только вот здесь не бегайте. Сейчас Карл разберет дверь, и остальная крыша обвалится. Остальная крыша обвалится. А почему вы не снимаете покрытие? Я не понимаю. Почему вы покрытие не снимаете? Давай снимай какое-то покрытие лучше. Так, ну ладно, сейчас это обвалится, это все ерунда. Давай, давай, ускорю. Аааа! Нет! Тоня! Глупая. Она успеет выбежать оттуда. Иди отсюда. Тоня. Ты задолбала. Карл, разбери ты уже скорее эту крышу, чтобы она обвалилась, чтобы они не попадали под это самое все, под эту, под эту всю фигню. Давай, 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 давай. Что, кстати, тут происходит? Так, Матвей и Марфа у нас. Так, только Марфу лечит. Блин, это очень долго. Да, опасно с этими крышами. Но хотя, видишь, одна клеточка, даже не клеточка стены, а дверь. Видишь, сколько много держит этой самой крыши. Какое огромное количество. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, Максик не пострадал у нас, на самом деле. Чуть-чуть совсем, лишь. Все. Все. Перейти. Блин, это все, придется закрывать все эти. Пауз, сейчас займусь этим. Можешь как-нибудь их поскипать? А, вот, правой кнопкой мыши. Так, все. Все, разбирайте все, что там. Это самое, тут еще должна была плитка одна, наверное, освободиться из-под двери. А, нет, она была видна. Все. Вам что там нужно? Нужды какие-то есть? Нет, вы сытые, отдохнувшие. А выспитесь в этом, на марше, короче. Выспитесь в караване, там, встанете на карте, там, безопасно будет вам. И так же, прекрасно выспитесь. Главное, что у них развлекуха, почему-то, на максимум идет. Задумчивость, тигры, на ловкость. Задумчивость, социальность. Не знаю, почему. У них будет, вот, на максимум идет. Все. Сейчас они разберут все полы. Можно пару кроватей, кстати, разобрать. Сделать стены, деревянные, дверь. И все-таки, чувака, это попробовать в заключенные это самое. Но, скорее всего, мы уже не успеем. Нет, это мы не успеем. Два и восемь часа. Это, скорее всего, очень, очень долго. Нам дерево сколько нужно на постройку этой самой? На постройку стен. В принципе, немного. А может, и успеем спасти, слушай. Может быть, и успеем спасти. Только не уверен, что можно было и будет его забрать, как бы, с собой. Потому что, а как мы его с собой заберем? Заключенного. А, наверное, никак. Хотя, не знаю, возможно, если пленим, то сможем забрать. Так, пока нельзя обозначить для этой самой. Так, давай, разбирай кровать. Ой, вы очень долго их разбираете. Даже несмотря на то, что они пострадавшие. Так, давайте все бросать эту всю фигню. Давайте, разбирайте кровать. Так, мы успели тюряшку построить для этого чувака. Но, скорее всего, это нам не поможет. Скорее всего, он не выживет. Потому что, потому что, потому что, пока его дотащат, пока его полечат. Нет, скорее всего, ничего хорошего с этого не выйдет. Вот здесь я кровать, короче, назначил. Там 7% она лишь живая. Назначил. Так, они вот, блин, норовят постоянно лечь спать. Ничего с ними поделать не могу. Я уже им переназначил в работу строитель на полную. Отдых не на полную. Жесть. Что сказать? Что еще сказать? Так, сейчас я назначу здесь склад. Надо еще назначить. Положить 100 хилл. Так, положить сюда медикаменты. Так, Тони, у тебя там есть с собой медикаменты, дропника их, травы. И перенеси их на склад, для того, чтобы я могла использовать их для лечения. Так, отдыхай. Так, я понял, это вам вот здесь. Потому что, потому что вам пора отдыхать 22 часа. Так, не надо вам отдыхать. Потом я вам верну обратно, короче. Ну, полный ад творится везде, со всеми настройками, со всей фигней. Так, вставайте, давайте это самое. Лучше вы займетесь. Отоспитесь потом, как в караван пойдете. Тогда будете спать. Отлично. Нет, чинить не надо. Давайте, снимайте. Чинить, блин. Снимайте, давайте. Так, можно запретить починку кроватей? Да вроде как нельзя. Вроде как нельзя запретить. Так, сейчас у нас Маруся принесет, надеюсь, этого чувака. Скорее всего, она даже принести его не успеет. Он, скорее всего, умрет раньше. Блин, я забыл просто про него. Просто про него забыл. Нам как бы не до того было, да? Ты видел, что происходило. Так, у нас генерала лечит. Лечи, лечи генерала. У нас есть хилки еще, 18. Очень мало хила. Очень-очень мало, но нас скоро должен созреть. Да, 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 да. Уже, в принципе, можно собирать, если нам совсем, совсем припечет. Так, тут животные всех перетаскали. Это прикольно. Животные перетаскали всех этих самых наших пострадавших. Так, по-прежнему чинят кровать. Ладно, чините хрен с вами. Все равно вы не отвяжетесь, пока не почините их. Так, скорее всего, мы этого чувака даже не донесем. Он умрет раньше. Но попытаемся. Попытаемся, потому что почему бы нам не попытаться? Нам все равно здесь торчать еще, разбирать полы. Нам эту сталь надо все позабирать максимально. Так, сколько у него осталось? 0,42. Скорее всего, он не жилец. Скорее всего, он не жилец. Так. Так, а его можно вообще будет забрать отсюда? Взять и уйти. Ага. Взять и уйти. Да. Да-да-да, можно его с собой будет забрать, значит. Отлично. Отлично. Для этого его полечить сначала надо. Блин, она пока дойдет до него, он уже умрет там. Скорее всего, он, да, уже все. Слишком-слишком-слишком поздно. Я немножко опоздал с этим делом. Давай-давай-давай. Может, ну, есть шанс. Шанс есть. Нет, шанса нет никакого. Шанса нет, он умирает. Он у-ми-ра-ет. Прямо сейчас. Все. Чуть-чуть не успели. Чуть-чуть не успели. Зря эту всю фигню устроили. Но и пофигу на самом деле, что мы ее строили. Вот здесь лежит заключенный, мертвый. Да, кто-нибудь, конечно, найдет, скажет. Господи, что здесь происходило? Что здесь за хрень была? Что здесь за ад какой-то творился? Так, 23 часа. Так, я до скольки вам поставил? Чтобы до двух часов, до трех часов. Работайте всю ночь. Работайте всю ночь. И потом мы отсюда будем уходить. Заберем всю сталь. Соответственно, все. Давайте снимайте полы. Все снимайте. Полы тут сняты под стенами. Но тут еще не снят. Но если было назначено до строительства стены, и снятие пола, то можно снять его. Они очень-очень, кстати, долго снимают полы. Но это стали реально очень много. Можно с этого заработать. Так, с генератора солнечного 75 стали вывалилось. Это с лампы. Или с этих смешков, не знаю. С кабелей ничего не вывалилось. Все. Все, соответственно, все. Так, кстати, как им в этом помещении спится-то нормально? Шанс успешного лечения инфекции в помещении 44%. 52, 44. Здесь грязно. Здесь грязно. Так, здесь не пишет сколько. Так, а если вот так мы назначим? Шанс успешного лечения инфекции в помещении 50%. А почему? Тут чистое помещение. А почему здесь 50%, а здесь 52? А, нет, здесь тоже нечистые. Там тоже грязь. А, возможно, надо просто поубирать и помещение. Тогда будет больше гораздо шанс успешного лечения этих самих заболеваний. Так, а если вот где нет полов? Вот здесь нет полов совсем. Интересно. Шанс успешного лечения инфекции 60%. Здесь нет даже пола. Что за фигня? Тут, наверное, чисто просто. Короче, хрен его знает. Так, надеюсь, больше мы никого не потеряем из наших чуваков. Ну, не должны. Не должны, не должны, не должны. У нас уже этот нормально, более-менее Карл движется. Так, все, давайте, разбирайте все. Все, переносительный склад. Забираем столько стали, сколько сможем. Я надеюсь, мы ее максимально много сможем забрать. И уходим отсюда. Все, сделаем это на паузе. Так, Тоня, ты у нас, так, ты у нас крутой строитель, кстати. Давай мы снимем со строительства тех, кто плохо строит. Давай. Вот так. Марго у нас все равно переносить не может, поэтому смысла нет ее назначать на переноску. Соответственно, вот так, так. И подожди, надо еще домашнюю зону снять. По-любому здесь у нас домашняя зона. Сейчас они уборкой начнут заниматься. Так, все. Снимайте, Тоня, кто там будет переносить, кого я там назначил. Я уже забыл, кого я назначил. Маруся будет с Карлом заниматься переноской, собирать все это дело, потому что это тоже процесс довольно долгий. У нас очень-очень-очень много стаков. Скорее всего, даже, возможно, мы уже не можем все это забрать. Не сможем. Так. Ага, смотри, 70... 70... 37 только может. Так, все, уже... Уже она больше не может забрать. Но... Но мы можем дропнуть всякие вещи, которые явно... Явно-явная фигня. Одежду, которая снята с трупов, порванная. Какую-то можем оставить хорошую. Какую-то можем повыбрасывать такую. Вот штаны из ткани. По-любому они фигню стоят. Рубашка из ткани. Броброник можно оставить. Плащ можно оставить. Я думаю, достаточно дорого будет стоить. 16... Да не особо он там стоит. 23... Сколько вместо них можешь стали взять? Две. Две стали. Блин, стали очень тяжелый. Тяжелый этот самый ресурс. Так они, получается, наверное, уже не смогут больше забрать, да? Так, а плачь и плачь, если еще дропнуть. Сколько сможешь взять стали? 6... Так, ну это по-любому все забирать надо. Убери 6. Сейчас будем дропать одежду. Так, идите-ка все сюда. Походу мы уже, походу, взяли столько. Взяли столько, стали уже добыли, что мы столько не сможем с собой унести. Идите-ка сюда. Да, дропаем наиболее, наименее, так сказать, нужные нам вещи. И забираем всю сталь по максимуму. Все, это на паузе буду делать, потому что... Потому что здесь очень много у них всего. Да, так и есть. Мы не можем столько стали забрать. Как бы это было бы неплохо, нехорошо. Короче, когда стак может целиком забрать, тут есть написано все взять. А когда нет надписи в скобочках все, это означает, что он уже целый стак взять не может. Короче, вот он пустой, абсолютно, Карл. Может всего лишь 65 стали с собой взять. Ну давай, берем сталь. Это я разбросал шмотки, которые все с трупов сняты и так далее. Единственные шмотки остались у нас у единственного персонажа. Ну, броник я возьму. Вот у нас шмотки есть, рубашка и шкуры Гризли, штаны из кожи Газели. Все, кстати, хорошее, не коцанное особо, по 90%. И плащ и шкуры Пантеры. Они у нас не струпов. Это не струпов. Одежда, бронежилет тоже у нас не струпа. Это мы, соответственно, у этого чувака раздевали, которого мы не смогли спасти. Кстати, надо бы еще трехилки этих забрать. Может как-то сможете забрать? Слишком тяжело. Так, Маруся, дропника немножко стали. Скажем так, всю сталь. Так, идите три травы заберите. Нам трава, наверное, поинтереснее будет, чем... Так, подожди, пока ты будешь ходить туда. Давай ты вот этот заберешь стак, Карл. А потом заберешь там оставшиеся. Так, иди возьми там... Сколько сможешь? 42. Так, 42. Вот, 47 есть. 42. Все. Соответственно, мы сейчас покидаем эту карту. Сейчас Карла загрузим. Так, и сколько здесь сможешь добить? 21. Все. Соответственно, тут гигантское количество просто стали остается. Реально, тут очень много стали остается. Но мы столько не можем забрать. Оказывается, она очень-очень тяжелая. Все. Соответственно, они на полную у нас загружены. Загружал их настолько, насколько это возможно. Марго вообще четыре стали всего лишь в себя вместила. Все. 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 Соответственно, как нам отсюда их вывести теперь? А, просто, наверное, на край карты отправить их, да? И они, соответственно, у нас выйдут за край карты. Это как у нас с Карл. Карл постоянно там бегал. Не этот самый. Случайно его выгнал я за край карты. Вот так у нас выглядит. Это же место побоище, да? Еще взяли, все разобрали тут. Как оказалось, мы много не можем на самом деле унести. Оказалось, много унести мы не можем. К сожалению. А интересно, а потом можно сюда приходить еще? Хотя далековато, в принципе. И забирать эти вещи. Или тут как бы это место уже все исчезло? Или как это выглядит? Так, попробуем как-нибудь их кучей всей вывести, чтобы они у нас не разделились с каждым отдельным караваном. А вышли одним караваном. Тут, возможно, конечно, можно их как-то создать караван из них. Лагерь. А, он два дня, наверное, еще будет существовать после этого все, да? Продолжить путь. Так, продолжить путь. Путешественники покинут место, в котором находятся, и будут ждать дальнейших указаний. А-а-а! Так, основать поселение. Основать поселение в этом месте. Так, у вашей фракции может быть только одна база. Да, это в настройках там есть. Где-то игры. Это еще в начале мы видели. Сколько баз могу иметь я в своем составе. Где-то я это видел. Где-то это было. А, нет, подожди, это не здесь было. Это в самом начале все я вспомнил. Когда мы создавали... Когда мы создавали эту игру, там был выбор это самое. Настройки игры. Там мы выбрали, что одно поселение мы только можем иметь. Продолжить путь. Продолжить путь. А вот вещи, которые в них сейчас находятся. Так, караван. 189 из 210 килограмм. А почему у них... Почему они-то не заполнены до конца? Так, сталь. Сталь. 600. 647 стали. Это вот добытые мы оставили, да? Еще. 41 стали еще добавляем. Еще добавляем 41 стали. Это все струпово. Это все нам не нужно. Не знаю, кому там еще 41 стали. Я не забабахал. Но вещи, которые в них, я так понимаю, в них останутся, да? Они с ними же выйдут. Или нет? Ну, по идее, да. Потому что у них большой уже перегруз и без этой стали-то, видишь? 189. Так они еще больше возьмут. Давай берем еще больше. Могу компоненты взять. Они там, в принципе, фигню будут весить. Давай компонентика два возьмем. А, нет, они тяжелее стали. Ну, давай лучше их возьмем. Компоненты-то поинтереснее. Все, остальное 39 стали. Так. А в какую сторону выходить? Нет, да? Окей. А, все, исчез этот самый. Исчезло. Так. Да, все нормально. Гранаты, коктейли молота. Все нормально. Все эти самые вещи у нас есть. Это по каждому чуваку показывается. Нет, подожди. Это... А автомат где? А, вот автомат. А, все нормально. А сталь где? А где тогда сталь? Не понял я. Я не понял. А где их вещи, которые там эти самые всякие? А, это вещи такие, я понял. Это вещи другие немножко. А, вот груз весь. Все, то вещи, в смысле, то предметы имеется в виду. Предметы, так сказать, и копировки. Все, вот они все вещи, все блюда, все это самое, все у нас есть. Как долго они смогут без еды? Еще на два с половиной дня они еще еды нам сюда принесут. Все. Так, расчетное время в пути 0.8 всего лишь. Отлично. Это с учетом того, что они еще спать будут, да? Но они скоро, в принципе, и лягут спать. Ну, и нормально, хорошо. Все. Вот так мы втащили. Злобным-злобным этим самым. Все, теперь они идут в пути у нас. Теперь у них все нормально с ними, отлично. А мы будем здесь разбираться с нашими чуваками. Будем надеяться, что все у них будет хорошо. Так, полечили эти заражения? Полечили. Так, заражения 10. То есть 11, иммунитет 10. Нормально все будет. Скармливает блюдо. Обойдется. Нам надо лечить других чуваков. Иди, лечи, Марка. Ужас. Просто ужас. Так, а не можешь ты взять еду с собой? Нет, только можешь употребить. Чтобы заодно с собой отнесла еды и покормила сразу там этих чуваков всех. Кормила. Тут всем надо кушать. Только генерала покормила. Так, а ты, по идее, можешь встать, сам пойти покушать, чувак. Не может ходить. Плохо. Так, Марк может. Отлично. Полечи его. Он пойдет потом покушает. Ой, жесть. Да, понятное дело. Тут ужас какой-то просто. Матвей что-то разорвали. Матвей что-то разорвали. Какую-то вещь. Футболка из синткани. Да хрен бы с ней. Вдроп не ее. Вот. А, вот, Акаки может ходить. Иди, Акаки, покушай. Надеюсь, ты доползешь туда. Не, нормально. Он быстренько довольно-таки ходит. Ха-ха-ха. Если можно так сказать. Ужас. Все, будем заниматься этими всеми чуваками. Все, скоро наш этот самый караван вернется с кучей всяких ништяков. Ха-ха-ха. У нас вот самый главный ништяк. Это вот. Ха-ха-ха. 240 серебра. Отлично. Все построим. Все сделаем. Так, чтобы она тут побыстрее этих чуваков полечила. Я назначил здесь склады уже. Почему? Потому что, почему бы и нет. Здесь кондеры работают. Все работает. Все можно спокойно здесь переносить. Здесь у нас чисто медикаменты. Некарственные травмы, медикаменты, передовые медикаменты. Здесь уже наркотики обозначил. Всю наркоту сюда на этот склад. Соответственно, все. Склады у нас есть. Единственное, потом пол сделать. Но это не критично. Пол, какая разница. На травке так же будет лежать. Все будет у нас с ними предельно хорошо. Так, сейчас Марка полечила. Пусть пойдет сам покушает. Так, а ты, Анютка. Так, а почему ты не можешь перенести? А, все. Подожди. Понял. Здесь надо запретить медикаменты. Здесь мы запрещаем медикаменты. Здесь, в свою очередь, кстати, мы запрещаем наркотики. И медикаменты тоже. Все, отлично. Все это нужно будет туда им перетащить. На те склады медицинские. Так. Ну, давай. Анютка, иди сюда. Иди перетащи туда. Перенести лекарственные травы. Отлично, все. Не сразу срабатывает всегда. Это фигня. У заключенных есть еда. Есть еда. Отлично. Все нормально с ними будет. Все, переноси туда травы эти. И там по-быстренькому раз-раз-раз полечишь этих чуваков. Потому что очень-очень-очень далеко бегать сюда за этими травами. Все равно их в любом случае отсюда переносить. Да там, господи, было бы что переносить-то. Девять этих самых. Девять трав. Матвея надо будет срочно сейчас лечить. У него заражение тоже пошло. Вслед за Акакием. Может, ты пойдешь отдыхать? А, ты не хочешь отдыхать, да? Хочешь? Иди отдыхай. Иди, у тебя еще есть время поспать. Полежать. Как там твое заражение? Нормально все с ним? 15% иммунитет, заражение 14. Нормально будет. Сейчас у нас Анютка полечит. Матвей и Дуба, и все. У нас все остальные уже полечены. Марфа у нас полечена. Все, остались эти два чувака. Анютка сама уже выздоровела полностью. Дуб у нас. Дуб еще и этот. И Матвей. Все отлично. Все отлично. Теперь отсюда она будет быстренько брать. Так, иди по-быстрому, по-быстрому полечи их. К тому же этого чувака заражение пошло. Так, две травы всего лишь взяла. Чего так мало? Тебе хватит? Одной травкой, походу, все это полечит, а второе заражение? Ну окей. Тебе виднее. Тебе виднее. Тебе виднее. Так, и Дуба давай лечи. Все. На паузе будем ждать, пока наши чуваки вернутся. Так, они походу там у нас спят. Да, явно спят. У них вверх пошло. Это самое все. Потом они поедят. И на следующий день они у нас вернутся. Отлично. Отлично. Жесть. Просто жесть. Тут еще и козы эти живые есть. Живые. Даже не опасные мы этим самым. Это они могут встать и пойти. Но в принципе у них уже нет этой. А обилки, то что жажда крови, поэтому нападать они у нас, скорее всего, не будут уже. Да не будут по-любому. Поэтому все будет нормально. Так, у нас тут с заражением вообще какая-то жесть. Теперь еще у Дуба заражение началось. У нас с заражением Дуб. Матвей и Акакий. Возможно, это не предел. Но это все фигня-то в принципе. Но у нас три лекарственные травы остались. Надо будет срочно здесь собирать эти лекарственные травы. Насколько они там выросли, настолько выросли. Потому что нам много еще надо будет вкидывать им в заражение эти. Эти чуваки нас с собой притащат. Только там две лекарственные травы. А, три лекарственные травы у них осталось. Это очень немного. Жесть! Какая жесть происходит! Вообще ужас какой-то. Анютка всю ночь работала. Шесть часов утра. Она еще на ногах. Как бы она это самое. Как бы она не забесилась бы у нас. Не сказала бы. Блин, она вся задолбала меня. Все меня нафиг задолбало. Надо поэтому ей обозначить отдых временно. Сон. То есть сейчас шесть часов уже. Часов там до двенадцати хотя бы. Пусть спит идет. А потом ей надо будет по второй волне это самое. Лечить им заражение. Через сколько здесь часов? Через шесть часов повторное лечение нужно. По-моему я много ей бахнул. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Значит, к сожалению, ты не так долго будешь спать, Анютка. Ешь просто... Да, иди ешь простое блюдо и ложись спать. Ужас какой-то. Какая жесть. Господи, что еще происходит? Гости какие-то. Так, группа из фракции Хутор Исторок посещает ваше поселение. Кажется, у них есть какие-то примеры для обмена. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Но у них с собой серебра нет ни хрена. Миниган можно купить у них, да? Шмотки им распродать свои. Купить у них миниган. Десять килограмм весит. Ни хрена себе. Ладно, посмотрим. У нас там они должны пойти вот сюда, да? Где-то у нас там место для сбора каравана. Посмотрим, туда они придут. Ну, по-любому должны сюда прийти. Блин, Анютка, тебе опять не придется отдохнуть. Тебе придется торговать сейчас с ними. В принципе, пока дойдут, ты, наверное, уже немножко поспать все-таки успеешь. Ужас какой-то. Бедная Анютка. Мне ее жаль просто даже. Просто даже жаль. Надо будет им, если можно, продать все шмотки вот эти вот в первую очередь. Одежду. Одежду. У нас антилоп надо поперетаскать, блин. Они валяются там, тухнут. Тухнут под дождем. Там еще живые есть некоторых. Добивать надо будет. Надо сейчас дождемся караваны. Они очень долго. Очень медленно идут, потому что погода плохая. Ой, дождемся. И все будет нормально. На второй день, по-моему, здесь дождь идет уже, не прекращаясь. Сколько можно? Сколько нафиг можно? Так, через полдня эти придут. Отлично. Отлично. Нет, почему-то у нас торговцы поперлись, короче, в больницу к нам. Хотя у них назначено, вроде как, да, место сбора каравана здесь, да? Но они пошли в больницу. По больнице шарится, блин, топтать там, там. Козлы такие. Так, я тебе этих отправил чуваков. Газели надо перенести так. Так, да, да, этих. Добивать, добивать, добивать газелей. Так, а почему-то столько спасать можешь и не можешь добить. Добить. Добивай так. Им оружие отдаю обратно чувакам, потому что... Потому что надо это самое... Потому что надо раздать им обратно оружие, вдруг чего. О, да и вообще, чего оружие портится. Оно, короче, лежит и портится здесь. У дуба уже этот Гладиус, он на 5% испортился, пока лежит на дожде на улице. Так, Анютка, пока они поближе к тебе находятся, иди-ка ты сюда. Поторгуй с ними, поторгуешь и пойдешь дальше спать обратно. Так, генерал у нас там убивает газель, да? Так, ты будешь знать газель чертовая, как на нас нападать. Так, есть еще кого-то добить? Или там уже все, все мертвы? Походу все, все мертвы. Да. Ну давай тогда переноси, значит, помогай. Переноси газель. Так. А ты куда ее понес? А, ты что ты? Я не тебя выбрал. А, иди торгуй, блин. Генерал. Так, подожди, там что-то есть. Утребить тушек так. А, нет, 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 нет. Так, все, давай, переноси. Помогайте, надо перенести их, чтобы они здесь не пропадали. И все остальное тоже надо перенести. Все, сейчас мы разберемся. Так, давай, Анютка, быстрее догоняй торговца. Акакий. Клубника, хрен бы с ней. Давайте это самое. Так, вот еще у нас одна живая есть, да? Газель. Генерал, бросай. Эту газель, там еще одна живая есть. Ха-ха-ха, иди добивай ее. А Матвей перенесет, перенесет уж как-нибудь эту газель. Где-то ее нашел, Бельчатин. Так, торговля. Есть, есть. Я могу им продать всю эту фигню. Всю фигню, да? Одежду имя в виду, но. Но. Но у них серебра нет ни хрена. У них миниган можно купить за тысячу, да? Мы посмотрим, что это. Многоствольный пулемет с исключительно высокой скорострельностью. Технология механоидов. Так, скорость передвижения, смотри. С ним минус 0,25. То есть это на четверть медленнее будет двигаться. Урон в секунду 4. Так, дальность 32. Дальность очень хорошая. Темп стрельбы 900. РМП каких-то. Так, а сколько, например, автоматического пистолета темп стрельбы? 500. Ихренасе, у нас в два раза быстрее будет самого быстрого оружия, которое я видел. Это автоматический пистолет. И стоит-то всего лишь тысячу, да? Мы им вполне, наверное, можем накидать этой всякой фигни. Так, давай-ка мы у них купим медикаменты по-любому. Да мы у них можем все купить. Почему бы нет? Да, нормально. У них всего лишь на 0,5 дороже. Так, сейчас на паузе, короче, я покидаю все эти вещи поломанные всякие. Да, они тут все поломанные у меня, кроме... Единственное, там какая-то есть вязаная шапочка хорошая. Так, вот это она как раз и есть, наверное, да? Ладно, сейчас на паузе, короче. На паузе будем раскидывать. Так, там Т-подпись. Это Т-значит, наверное, труп, да? Т. Ну да, с Т-значит, наверное, с трупа снятый. Все, на паузе сейчас попробуем покидать им эту всю фигню, которая Т-разорванная и так далее. Посмотреть, что у нас получится по этой фигне. Да, короче, вся эта одежда очень-очень-очень мало стоит, которая особенно разорванная из трупов. Они просто копейки стоят. 2 цента, 2 цента, 6 центов, 9 центов, 10 центов. Это вот накидывал, 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 досюда накидал, там, смотрю, 1 доллар, думаю. Да вы охренели, что ли? В половину одежды закинул 1 доллар. Но потом чуть подороже пошла одежда. Она лучшая, то есть она если из трупов, но она не разорванная. Либо она разорванная, но не из трупов. И она стоит нормально. А если разорванная из трупа, то есть меньше 50, и у нее целостность из трупа, то она стоит просто копейки. Она стоит просто вот 8 центов, 10 центов там. А вот сразу, опа, 56% из трупа, но уже 1 бакс, 1,2. А эти вот сломанные, 18% штаны, но не с трупа, нифига не стоят. А эти более-менее достаточно не сломанные, 44, но с трупа, тоже нифига не стоит. Если целостные хотя бы, больше 50%, но с трупа нормально еще стоит. Либо они не с трупа. Тоже нормально стоят. Ну и более-менее целые. Так. Мы не продаем только одежду, плащ и шкур гигантского ленивца. Это я скрафтил для последнего нашего чурака, который у нас пошел там в атаку на этих, на лагерь пиратов. Разграблять его, это Эль Мачо. Это для него генерал скрафтил плащ и шкур гигантского ленивца. Смотри, смотри, кстати, сколько стоит. Их можно крафтить, просто такие вещи на продажу. 123 баксы сразу. Нам вся эта одежда рваная наша, это шматье, которая трофейная, нас всего лишь 200 баксов набило. У нас там его просто в вагон не задолбался прощелкивать. И остается у нас вяженная шапочка из вербюзжей шерсти. Это Максик у него зимой носил, потом я ему налито ее снял. Он лежит на складе у нас здесь запрещенное. К сожалению, нельзя здесь подвинуть, показать. И ховбойская шляпа, это тоже для Эль Мачо генерал скрафтил. Видишь, как бы неплохо стоит. Вообще, плащи неплохо бы, наверное, крафтить даже, да, просто на продажу из каких-то вот этих шкурок, которые нам не нужны. Да, в принципе, любые вещи, как бы, да, достаточно много, в принципе, стоит. Так, в общем, 213 баксов мы набили. Все, больше там ничего продавать нельзя. Так, всю одежду мы продаем. Все, 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 полностью все рванье. Единственное, нас еще принести сейчас должны эти наши, эти, которые набегали на пиратский лагерь, еще одежды. Ну там, а нет, там мало, там мало. Там, кстати, нормальная одежда. А, я шарваную все выбросил там. Ты правильно сделал, на копейки стоит. Лучше сталь забрать. Так, 213 баксов, у них всего лишь 96. Еще я им закинул луки. Луки, да, они тоже по 2, по 7, по 6 баксов. И я предлагаю забросить им еще пистолеты. Пистолеты я точно экипировать нашим чувакам не буду. Они очень плохо работают, очень плохие они сами по себе. Да и, пожалуй, коктейли Молотова тоже надо отдать им. Стеклянная бутылка с легковоспламеняющей жидкостью внутри и куском ткани в горлышке. Любимое оружие хулиганов и отчаянных бойцов. У нас есть реактивный огнемет. Нам эти коктейли Молотова вообще не сдались, даже близко. Я их не собираюсь ими пользоваться. Все, револьверы, винтовки, в принципе, можно оставить. Пока что пистолеты мы продаем. Так, 258. Покупаем в любом случае медикаменты. Компоненты сухопайки, наверное, нет. Что-то дороговато как-то. Что-то как-то что-то как-то очень прямо очень дороговато. Это все стоит у него, у этого торговца. А вот миниган, кстати, не так дорого. Рыночная стоимость всего лишь 860. Да, он за 1080 продает. То есть на 220 баксов всего лишь он... То есть я ему переплачу за этот миниган. Можно попробовать, можно попробовать. Валить он будет не кисло, по-любому их. Нам все равно, я не могу ему столько этой самой продать, столько этой фигню покупать у него. Ну, я как-то не хочу эту фигню покупать. Давай миниган у него покупаем, но серебро я ему отдавать не буду. То есть, видишь, я ему еще должен получать 895 серебра. Но все это на самом деле фигня. Кстати, а можно револьверы продать, наверное. Кстати, револьвер стоит 0,27 всего лишь. А что так дешево? Давай дарим револьверы я предлагаю тоже продадим. Там мы марковские оставим, этот вот, по-моему, нормальный, да? Эти плохие можно и попродать. Револьверы тоже я как-то это самое не собираюсь их использовать. Почему такой дешевый, непонятно. Так, винтовкой оставляем, нормальный револьвер оставляем, автоматический пистолет себе оставляем. Так, вот эта винтовка еще. Коктейли-молота продаем. Так, и у нас есть люциферий! Вот это действительно золотое дно люциферий. Вот если его весь продам, этот чувак мне еще 300 будет должен. Но у него столько нет. Мы так набьем, чтобы он нам отдал. Так, у него столько нет. Будется револьвер, наверное, отменить. какой-нибудь револьвер. Что нам еще отменить у него? Ну, еще револьвер, пистолет какой-нибудь. Тут револьвер отвратительный, его продам. Давай пистолет какой-нибудь отменим. Нет, это не хватит. Вот этот пистолет отменить хватит. Блин, 97. У него столько нет. Ладно, хрен с тобой. Так, нет, 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 все-таки тебе отдам этот пистолет, и отдам тебе этот револьвер. Фиг с тобой, не все серебро тебе заберу, но не суть дела. 14 наркотиков мы продаем. Очень-очень выгодно эти наркотики, очень-очень дорогие. Наркота, дело хорошее. В плане продажи, конечно. Но это в реальной жизни это очень-очень наказуемо. А в игрушке это самое оно. Самое оно. Все. Смотрим. Пустые склады. Просто, просто пустые склады. Марфа, ты бы это самое есть блюдо, ты бы пошла бы забрала свой этот самый пистолет. А где он, кстати, делся? Или ты его забрала? Нет, ты его не забрала. А куда он попал? А, вот он лежит. Все, автоматический твой пистолет. Так, обалдеть, обалдеть. Так, заберем. Потом миниганы эти все. Анютка, да, иди отдыхай. Иди отдыхай, Марк. Ты там разделываешь. Ты не разделывай, ты давай их это... Да, блин. Давай их сначала попереноси. Надо поперенести для начала. Марфа, потом свой этот возьмешь. генерал, добивай. Дуб, забирай эту фигню. свой меч. Кладенец, так, дуб. То есть, этот генерал. Сходи-ка этот самый, забери, чтобы он не валялся. Здесь миниган не пропадал. Освободили, блин, склады, да? Здесь церковь фигни. Кстати, подожди, я что-то я не видел эту фигню. У них там можно... А, нельзя продать. Потому что ты не видел. Кстати, дубинки я там не видел, чтобы можно было продать. А, значит, только огнестрелы они покупали. Ну, ладно, пусть валяется. Пусть валяется. Так, иди, забирай свое оружие. Все, все оружие вам всем раздал обратно. Так, бросай, уже пойдет. Ладно, уже внутри, да и ладно. Уже внутри, да и ладно. Все, давайте, перетаскивайте всю фигню. Всех переносите. Все переносите, все забирайте. Возможно, караван еще успеет прийти, мы еще что-то там может продадим торговцам, а хотя, а, она мне за что продавать. Ну, в смысле, им не за что покупать у меня, а мне тоже покупать у них больше нечего, поэтому все это фигня. Давайте переносите трубаки. Воу-воу-воу, у нас хоть и животы и пострадали, я даже не в курсе был. Она уже кошку полечила. Молодую кошку. Кстати, когда кошки наши повзрослеют? Все, мелкие да мелкие. Когда они на этом начнут продолжать? А, альпака-2, я понял, почему это самое, она была назначена на атаку, она помогала этой самой марфе, значит. Неплохо так вкоцали альпаку, а это еще думал, что-то альпака трется постоянно с нами одна там, защищала эту самую чевиху. Ладно, блин, короче, все, трав больше нет лечебных, последние травы она забрала, а он альпаку полечить. Блин, нафиг бы ее лечить, эту альпаку. Да хрец тобой. И лечи ее. Так, скоро мы трупы все разберем, тут уже волки ходят, ходят, подгрызают их. Марк, надо сначала перенести газели, там еще очень-очень-очень много газелей. Так, генерал, пошел есть, иди ешь. Так, Матвей, иди дальше, иди дальше, таскайте, пацаны. У нас склад весь просто-просто забит газелями уже нафиг. Выше крыши. Просто больше дальше некуда. Так, все, все, Марк, Акакий, Матвей, Марк, почему-то Акакиями несколько... А, все, все, там три газели осталось. Все, я понял. Все, я понял. Все, отдыхайте, давайте, 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 нормализуйте уже обстановку, чуваки. Давайте уже нормализовывать обстановку, а? Что за ерунда? Скоро наши придут там, блин, еще не скоро, 0,3 дня. Смотри, сейчас еще три газели добавятся. Охренеть! У меня не стало ни с сего, короче, это... Подожди, на паузу, как на паузу поставить? Встреча караванов, караванов, караван 1, ваш караван встретится с караванов фракции, привал на дерево, в этом караване 6 городских стражников, 1 городской торговец, 5 наемники, стрелки, 3 верблюд. Торговать, напасть, идти дальше. Торговать. Только не понимаю, на паузе у меня стоит игра или нет. 930 у них этих самых. Я не понимаю, у меня на паузе игра стоит или нет. Такой значок, как будто не на паузе у меня стоит. Ни хрена. По идее, вообще, даже на паузе наверное быть. Так, это, короче, наш караван. На карте, короче, встретился с другим караваном. Столкнулся, можно сказать. У них еще можно стали купить, глянь, сколько. Но нам грузить-то ее некуда. Ну да, куда мы ее загрузим? Стол для покера из гранита. Стол. Так, это то, что можем купить. В принципе, ничего такого особо интересного у них нет. одежда всякая. Мы им одежду можем какую-нибудь продать. Но тут хорошие одежды, мы можем такие одежды самим для себя использовать. Она хорошая, не снятая с трупов. Нет, подожди. Вот это плащ из шерсти муфала, это снято с трупа. Это снято с трупа. Это тоже с трупа снято. А, их оставил, потому что достаточно дорого стоит. Ну да, здесь 5,2 бакса нормально. Так, это тоже снято с трупа. Это что-то пропустило эту футболку походу. Так, это тоже снято с трупа. И порвано еще. Так, это хорошее 91 без всяких трупов. 88 хорошее, 95 хорошее. Так, ковбойская шляпа из верблюжьей шерсти, это снято с трупа. Давай мы им продадим. Так, все нормально у нас там. Так, 9 этих серебра они, короче, нам дадут. Химическое топливо какое-то, мясо, копибары, шоколад, шоколад по 7 баксов. А, нет, 7 единиц по 8 баксов шоколад. Грибы, грибы не надо. Химическое топливо, зачем химическое топливо? Высокоопасное жидкое химическое соединение, используется в качестве топлива для ракеты другой подобной техники. А, наверное, в конце игры нужно будет, мы там должны корабль построить, да? Он должен будет взлететь, наверное, там, химическое топливо, то есть, ракета, да, какая-то. О, пивас, пивас, давай им пиво продадим. Вообще, что это пиво дает нам? Оно нам нужно? Оно привыкание есть у него? 1%, а, ну, это, короче, долго надо привыкать. Первый, не считая воды напиток, когда-либо употребленный человечеством. Пиво приятно на вкус и вызывает опьянение. Чрезмерное потребление может привести к алкогольной зависимости. Имея ввиду, имея ввиду, так, с чем оно мне надо это пиво? Они нормальные так будут и без пива. Конечно, может победу отметить пивком, но можно серебра получить. Не, давай мы все-таки действительно пивко, пивком отметим, короче, победу на базе. Почему бы нет? Помогу в мажоры такие поиграем. Почему бы нет? Потому что почему бы и нет. Так, оружие они не покупают, броники не покупают. Это плохо, да. Можно было прям какое-нибудь оружие продать, типа как коктейли молотого, гранаты, не знаю. Остальное все. все. Это продадим вещицы. Вещицы нам не нужны. Больше покупать ничего не будем. Все, девяточку нам дадут они принять. Идти дальше. Да, на паузе вроде все было это время. Ой, жесть. Оторвали меня тут от занятий. Это немножко рубанул у этих самых кустиков, этих генералам в приказном порядке, потому что они там еще не выросли, но чуть-чуть рубанул, потому что этих лечить надо этим их эти заражения. У нас три чувака с заражением все-таки, поэтому кстати удобно то, что когда им приходит срок лечиться дальше, они приходят эти медицинские кровать занимает чувак сам по себе, а она идет его лечить. Все, остальные вещи все перетаскали, тут один что-то какой-то ягода осталась валяться. ягоды, все, все отлично, они пропадают через 11 дней. Да, нормально, все будет, все будет у вас хорошо. Ой, скоро у нас вообще караван наш прибудет уже. Через 0,2, да, прибудет скоро, очень-очень скоро. Так, гости у нас уходят, торговцы, но нам на это на самом деле абсолютно все равно. Мне абсолютно все равно это, уходят они или не уходят, потому что потому что потому что может и целость так туда поднесла, блин, дурная, ну ладно, если не целый, Матвею надо лечение, иди ложись, даже не так, подожди, иди просто приляжь туда, чтобы тебя полечил, чтобы ты потом встал, опять пошел, продолжил дальше свои дела. Анютка пока успеет оттарабанить туда еду заключенным, а то им есть нечего. А нам эти торговцы не нужны нафиг, потому что мы уже продали там шмотки по дороге, да, нам там, нам бы еще что-нибудь было продать, потому что там бабла много было у торговцев, но, 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 ой, господи, что-то я какие-то графики какие-то вывел, но у нас у них там больше не было, в смысле нам больше продавать нечего было. Так, все, генерал сажает, убирает. скоро корешки эти уже полностью вырастут, тогда уберут их нормально. Пока тащим, короче, на крополях у нас с лекарствами огромные проблемы. Так, вы что тут ходите? Вы же там должны были уйти уже. И еще бродите до сих пор. Ходите, бродите. Так, это на все хочет блюдо скормить кошки. Кошка у нас тут лежит, она хочет и блюдо скормить. тут что-то травы она бросила здесь. Хотя у нас животные все полечены. Видать, одна трава, трава не пригодилась. А, возможно, пока она шла у антилопы в этой, в этой, короче, фигнюшки этой самостоятельно, короче, залечились раны и уже одна хилка и не пригодилась. По-любому, по-любому так и было. Так, Матвей, как раз у тебя Марфа, то есть Анютка полечит этими травами. Ложись давай. Так, где оказывай помощь? Так, отбой. И вот так оказывай помощь. Так, тюк. Ну, возьми другую хилку, блин, которая позади тебя валяется. Ну, что-то, блин, такая чудная. Твою мать. Ладно, давай, переноси, там возьмешь. О, да, наконец-то! Наш караван, наш караван прибыл. Выгружает вещи, выгружает вещи, выгружает вещи. А куда вы их выгружаете? Сюда! Вы что, обалдели, что ли? Вы что, обалдели туда их выгружать? А, короче, кто куда? А, они по складам их прямо разнесут, да? Разнесут. Отлично, пусть разносят. Пусть разносит куда хотят их. Так, им там надо будет сразу отдыхать туда-сюда. Ну, как раз нормально, они пришли 20 часов, как раз вечер. Как раз сейчас пойдут спать. Пойдут как раз спать. Фу, наконец-то все. Теперь наши все на базе, все чуваки у нас на базе. Это просто великолепно. И еще хорошая новость. У нас картофель 90%, 91, 93. Значит, соответственно, доделывая последнее блюдо, мы это ставим на паузу. А это мы снимаем с паузы. Теперь вкусные блюда только. Теперь только вкусные блюда будут готовиться, потому что они смогут теперь готовиться, потому что мяса у нас полно. Сейчас, на следующий день уже картошку генерал станет добывать и они будут готовить. У нас ягоды, я напомню, отключены здесь, чтобы они из ягод и мясо готовили, потому что ягоды лучше я буду этим чувакам отдавать заключенным. У нас здесь освещения нет. А, у нас раньше что-то светло было, потому что эти обогреватели работали. Ладно, все это неважно. Так, у нас тут ничьи все кровати какого-то хрена. Ну ладно, поэтому назначим потом им. Потом мы это все им поназначим. Дуб у нас там строит, достраивает. Так, еще не все серебро перетащили. Ладно, это мы все в следующей серии. Они сделают, разгрузят все, что надо им, куда надо, повыгрузят, да? И все будет отлично. Ставь лайк, если понравилась данная серия. Как мы все-таки, все-таки нормализовались, все-таки наконец-то мы встретили все побитые, все покровяканные. У нас нет просто хила, вообще две, две хилки, блин. Сейчас заражение всем полечило, Анютка, и уже хилок нет. Ставь дизлайк, если не понравилось. подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Забери-ка все серебро. Они по пятихатке его, кстати, таскают, поэтому она сейчас все заберет. Отписывайся, тебе это неинтересно, ты волен поступать так, как считаешь нужным. Так что пиши, не пиши, лайкай, дизлайкай, подписывайся, подписывайся, делай все, что тебе благорассудится. И до встречи в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова